Друзья, добрый вечер. Это программа «Соседский Wi-Fi». С вами студия Александр Самофал. И Пётр Смирнов. Обсудим много разных интересных тем за прошедшую неделю, поэтому подключайтесь, Саша. Коннект. Как Супермен. К главным темам недели. Да. Главная тема недели – прошедшие дебаты кандидатов в президенты. Я же говорил, помнишь, в одной из передач, что тема выбора у нас будет достаточно долгоиграющая, аж до самого ноября. И я, в общем-то, угадал. У нас в ноябре выборы главы города, а еще в ноябре выборы президента США. Так вот. И, конечно, казалось бы… Это может быть один и тот же человек? Хороший вопрос, хороший, хороший. Интересно, а что если тот, кто не станет президентом США, почему бы не пригласить быть главой нашего маленького, небольшого наукограда? Да. На самом деле прошли дебаты. Все это в прямом эфире. И, конечно, два этих достаточно пожилых уже человека. Трампу 74 года, Байдену 77. Так. Два кандидата в президенты основных. Один от республиканской партии, другой от партии демократов. Совершенно не стеснялись в выражениях. Нет, то есть цензуры полностью… Вообще, совершенно нет. Отцелу совсем, да? Ну, самое яркое, которое вот прям на всех наших центральных телеканалах крутилось, все это показали, рассказали об этом, то, что Байден называл Трампа щенком Путина. О-о-о, да. Вот это да, интересно. Но там были и другие, не менее яркие фразы. Например, когда Байден говорит действующему президенту США «Да заткнись ты уже!» Ну, то есть так, да. То есть он уже вообще прям… Прям, да, значит, что там клоун и, значит, лжец и все такое, конечно. Дебаты дебатами прям, то есть никак у нас, да, что мы отстаиваем такую позицию, наше направление, цели нашей партии, такие, слово вам. То есть тут они прям вот реально пошли уже… Да, мне это напомнило один малоизвестный, кстати говоря, французский фильм, где какой-то фермер, значит, из глубинки Франции баллотировался на пост президента Франции, да, и вот их последние дебаты, где тот его довел, в общем-то, до ручки, что тот начал ругать всех, и в итоге вот этот фермер становится президентом. Ну, такая сатирическая комедия, не помню ее название, но вот эту ситуацию запомнишь. И реально повторяясь, знаешь, когда два престарелых мужика, да, начинают друг друга клеймить, причем в прямом эфире, да, и это все, как говорится, вот… Ну, какие плюсы они себе, то, что они друг друга обзывают и вообще, ну… Ты знаешь, ей вопрос, да, вот правильно. Связано ли это с реальной политикой, да, или это все-таки телешоу, которое создано для зрителя, и вообще вся, получается, политика у них больше напоминает какое-то шоу? Вот я про это говорю, что на шоу все привыкли ругаться, все смотрят только из-за руки, не дракать эти шоу, да, что… Я не удивлюсь, что они бы… он кричал бы, там, обзывал, да, ты клоун, да кто… Тут, а теперь после рекламы мы узнаем тест ДНК, да, 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 точно, точно. И кто-то заносит… Это напоминает мне еще, помнишь, была передача, когда Владимир Вольфович Жириновский, значит, плеснул апельсиновым соком в лицо Бориса Немцова, помнишь, то есть, вот, в принципе, то же самое шоу, почему нет, да, то есть… У Жириновского врача, в принципе, всегда управляет шоу, да, и… Кстати говоря, посмотрите его выступление в Государственной Думе за последние пару месяцев, там достаточно… Кстати, да, я как говорил, все вроде это… Очень мощное, очень, мне очень нравится, как он… Я так понимаю, уже вот эти… его манера бы отошла в сторону, все-таки он уже больше… Да, это действительно, это политика, то есть, это вот действительно серьезное, целенаправленное отставление определенных позиций, взглядов, и не пленитесь, найдите… Да, и, конечно, надо понимать, что будущий президент США будет непосредственно влиять, да, на ситуацию и в России в том числе, то есть, нас Трамп устраивает сейчас в той форме, в которой, да, там, США… Он занимается внутренними проблемами… В жидком состоянии… Ну, понятно… В том политическом состоянии, в котором он находится, он занимается внутренними проблемами, практически завершил все военные операции, которые, кстати говоря, это было одно из его предвыборных обещаний, да, не ввязываться в новые войны, которые развязали до него, то есть, практически свернул все военные операции и занимался, в общем-то, внутренними делами, да, даже, можно сказать, внутренним протекционизмом, да, собственной экономикой и так далее. Круглофис, они… Фактически не лез в дела России. Нас это устраивает. То есть, когда к нам, условно говоря, там не лезут сильно с всякими санкциями и прочим. Да, ну, говорят, может быть, да, но не сильно, так сказать, на нас это воздействует. Понятно, что, конечно, кандидат от демократов будет более жесткую позицию занимать по отношению к нам, и это неминуемо повлияет на всех. Вот. Ну, и от темы одних выборов к теме других выборов. Значит, прошло первое заседание Городской думы, как я и анонсировал. Прошло оно достаточно, я считаю, бодро. То есть, несмотря на то, что я туда шел достаточно скептическим отношением, что, ну, сюда может быть экстраординарного, да, там, чисто протокольные вопросы, проекты решения все уже выверены, соответствуют там верхнему законодательству, то есть, только бери и голосуй, что называется. Ну, нет, самым главным вопросом таким в повестке дня оказалось условие конкурса на должность главы. То есть, как мы говорили, анонсировали, да? Да, мы анонсировали, что есть вакансия, и, конечно же, под этой вакансией есть условие, да, что, к чему должен соответствовать человек. Первое, самое главное, нельзя самовыдвигаться. То есть, вот слово совсем. А, то есть, это должен быть представитель какой... Вот, тебя должны выдвинуть, значит, определенные субъекты, да. Двор, подъезд или кто? Вот, если ваш двор или подъезд зарегистрирован в качестве общественной организации, я вас поздравляю, вы можете выдвигать главу города. На самом деле, ограниченный перечень – это губернатор, это фракция городской думы, то есть объединение депутатов в фаркции, это группа депутатов, не менее 12 депутатов имеют право выдвинуть. Треть, да. Политическая партия и иное общественное объединение. То есть, вот это вот иное общественное объединение кроет в себе, скрывает в себе многие организации некоммерческие, да, но только созданные в форме вот именно этих общественных объединений. То есть, общественные организации, общественные фонды, общественные... Здесь же можно в общественное объединение попасть, насколько я знаю. Они должны быть зарегистрированы, установлены законом порядка. У нас много таких в городе общественных объединений, которые зарегистрированы. Вообще их достаточно. Да. То есть туда можно прийти, и чтобы тебя приняли, тебе не нужно туда перечень каких-либо документов. Просто можно прийти и сказать, я хочу... Это может быть даже не членом этого общественного объединения. Оно просто может собраться своим президиумом и написать протоколы, решения о том, что мы выдвигаем этого кандидата в кандидаты в главы города. Но и там дальше, как говорится, конкурсная комиссия уже будет решать, допустить тебя или не допустить на то голосование в городской думе. И это, кстати, тоже один немаловажный факт, о чем было очень много споров среди депутатов, причем прямо на заседании. А были споры от новых депутатов? Вот просто интересно, как бы они активно участвовали? Нет. Нет? Нет. Но, значит, первую скрипку играл, как всегда, конечно же, Игорь Юрьевич Кузнецов. Вот. Ну, он как такой заводила, давал свои предложения. Первое – это добавить самовыдвижение. На самом деле, я считаю, и моя личная позиция, что ничто не мешает нам добавить самовыдвижение. И второе, важный момент во всем положении об этом конкурсе – это то, что сама конкурсная комиссия проводит собеседование каждого кандидата, который пройдет 6 октября. Что же дату назначено? Вот, да, уже? Ну, до 30-го числа принимаются заявки, 6 октября собирается конкурсная комиссия. Как мы понимаем, она состоит из трех депутатов, трех представителей губернатора и трех представителей госкорпорации РосАТО. А там собеседование, на котором будут оцениваться твои качества. То есть опыт, образование, знание законов, знание Конституции, устава области, устава города, знание федерального законодательства, способность принимать решения в экстренных ситуациях или что-то вроде того. То есть, видимо, какие-то будут задачки, кейсы, экзамен устный. Ну, да, по сути, да. Фактически это устный экзамен кандидату, который будет носить, с моей точки зрения, весьма субъективный характер. Вот весьма субъективный. То есть одному кандидату могут задавать какие-то провокационные или сложные кейсы, вопросы. Другому могут и не задать. И если это утвердить, например, чтобы кейсы были озвучены, что обязательно каждому это будет задан вопрос. Перечни этого нет. То есть, по сути, все это отдается на утку комиссии. И более того... Ну, как любому человеку, который принимает экзамен. Он хочет задать дополнительные вопросы, хочет... О чем и речь. Хочет валит. Ты отлично сказал, как меня зовут, да? Да, ты с какого цвета учебник зеленого? Молодец, уже четыре. А ты вот не нравишься, поэтому я тебе задам помощь. Потом откроем учебник на 52-й странице и, пожалуйста, процитируйся его наизусть. Да, да, да. Важно то, что не просто это субъективно на комиссии может оценить. А то, что это прямо записано в условиях, что комиссия может отказать кандидату на основании того, что его знания не соответствуют по результатам собеседования. А протестовать как-то это может? Там прописано это что? Не прописано форму. То есть, по сути, единственное, что остается кандидату... Нет, ты уходишь. Даже без слов мы тебе перезвоним. Да, да, да. Это тот случай, когда ты ходил на комиссию, чтобы получить дополнительный балл на ЕГЭ. Да. Я думаю, что, конечно, будут кандидаты, которые, если их не допустят до голосования в городской думе, вот опять же воспользовавшись этим пунктом по результатам собеседования, вполне возможно, что может быть опротестована вся процедура через суд. Потому что другого варианта нет. Но 12 ноября заседание Думы уже, по сути, заявлено, на котором будут представлены комиссии кандидаты для голосования. То есть, 12 ноября мы фактически уже можем узнать будущего главы. А есть, например, сведения, что подают уже документы? Вот, это хороший вопрос. Значит, мы знаем, что кто может подавать. Значит, теперь вопрос. Кто может выдвинуть, например, того же Алексея Викторовича Голдова? Да. Мне просто очень интересно, если он будет выдвигаться вновь на должность главы. Если самодвижения нет, то от кого? Да, то от кого. Насколько мне известно, и в сеть уже утекла информация о том, что должен был пройти Полицсовет партии «Единой России», на которого в том числе должно было приниматься это решение. Фактически, это не столько кадровое, сколько решение о выдвижении конкретных кандидатов на такие достаточно ключевые посты. Это и глава города, и председатель городской думы, и руководитель фракции. Но я знаю, что его отменили. Да, причем надо понимать, Полицсовет – это не общее собрание партии всего города, да, или там ячеек руководителя. Это достаточно узкий круг, там, по-моему, больше десяти, по-моему, там, человек заседает. То есть это закрытое мероприятие. Узкие узкого, да, еще уже не бывает. Поэтому, конечно, сейчас мы до сих пор, как говорится, не знаем, я уже объявил о своем желании, да, но посмотрим. Вот, на самом деле, для этого... Тебя партия тоже, да? Ну, для этого, конечно, нужно понять, что от кого я буду выдвигаться, да. Как минимум, у нас уже может быть фракция ЛДПР в городской думе, у нас два депутата, мы можем, точнее, у нас уже есть планы, да, объединиться по фракции. А вот такая ситуация. Если, например, вот фракции, да, выдвигают своих кандидатов, большинство фракций, это не заведомо, что точно уже этот кандидат выиграет? Ну, смотри, у нас вот, мы об этом еще сегодня поговорим немножко, но забежим вперед. Вот, у нас в городской думе 24 депутата, представляющие партию «Единая Россия» из 34. Вот, вот, я, ну, к примеру говорю. То есть, на самом деле, если политсовет, да, потом дальше уже фракции партии выдвигает какого-то кандидата, им уже достаточно количество голосов, то есть вот при виде всех 24 могут все остальные вообще не прийти на заседание городской думы. Ну, про это вот и говорят. И уже все можно решить. Не кажется, что это, ну, будет назначать факт, что... Ну, естественно, да. Сейчас первую скрипку играет, конечно, партия «Единая Россия» в этом вопросе. И только им, их голосами можно принять любое решение. То есть, в том числе и по назначению главы. И я, конечно, понимаю, что цель для них и ставилась такая. Ну, вот, возвращаясь, кстати, к голосованию по поводу положения о конкурсе, мне очень понравилось, как бодро это обсуждалось. И более того, из 31 депутата, присутствующего на том заседании, 9... А где еще прогулщик? Ну, двое болели, один был в отпуске, то есть это в отъезде, поэтому это как бы, да, это уважительная причина. Хотя депутаты по уставу обязаны посещать заседание, то есть без уважительной причины нельзя просто так прогуливать. Из 31 депутата 9, как минимум, да, либо проголосовали против, либо воздержались, что, в общем-то, равнозначно, с моей точки зрения. То есть всего 22 депутата голосовало за такие условия конкурса, в том числе шло голосование по каждой поправке, о включении самого движения, о включении пунктов о субъективной вот этой оценке. То есть, в принципе, очень бодро и достаточно живо голосовали. То есть понятно, что как минимум, там, вот эти 9 депутатов, да, они понимали, о чем идет речь, и понимали, что за чем следует. То есть разбираясь в вопросе. Да, разбираясь в вопросе. Это хорошо, я считаю, что это, значит, у нас ждет интересная работа в городской думе. То есть эти люди, может быть, не сразу, условно говоря, выступали, да, но, тем не менее, имеют собственное мнение. И я надеюсь, что мы это мнение когда-нибудь услышим. Вообще есть? Подаются уже заявки или нет? Ну, значит, заявок пока нет. Значит, по основной партии понятно, они, скорее всего, когда-нибудь дособерутся на полицоветы, выдвинут. Возможно, какие-то общественные объединения, да, выдвинут свои... Губернатор, может быть, скажет свое слово. А, и губернатор выдвинется. Может быть, да, мало ли, такое тоже возможно. По сути, по сути, пока мы ждем. Пока такой вакуум, какое-то вот общее ожидание, да, все это под завесой тайны серьезной. То есть никто не проговаривается. Я многих допросил, походу. Закрою тебя, да, что ты хочешь? Ну, я-то что-то, осподи. Мне нечего скрывать, я свободный человек в этом плане. Поэтому, друзья, мы обязательно обо всех расскажем. Каждому перемоем косточки. Да, про перемывание костей чуть попозже. Показать все, что скрыто. Да, скандалы, интриги, расследования, да. А сейчас наша традиционная рубрика «Телеграм». Наташа, тебе слово. Победившая на выборах костромская уборщица все-таки вступила в должность главы поселения. 35-летняя Марина Утгоцкая уже в первый рабочий день встретится с главой Чухоломского района и примет участие в праздничном концерте, посвященном Дню пожилого человека. Что ж, пожелаем Марине успехов. Владивосток – особенный город, конечно. Городские власти зачем-то вот взяли и установили нереально дорогие и очень мрачные лавочки из гранита. Не пожалели бюджетных денег. Люди, отойдя от шока, решили отблагодарить градоначальников и принесли к этим могилям гранитным лавочкам цветы и венки. Директор Департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Василий Шпак рассказал журналистам, что в России найдены утюги иностранного производства, цитата, «со встроенной прослушкой». Правда, не уточнил, где и при каких обстоятельствах были обнаружены прослушивающие утюги. Поступали ли они в широкую продажу или были доставлены на правительственные объекты. Что ж, гладить белье теперь буду с особой осторожностью. Друзья, мы возвращаемся. Это программа «Соседский Wi-Fi». И переходим к следующей теме. Мы как-то однажды, сидя здесь еще с прежним составом ведущих, обсуждали такую тему, как кибербуллинг. Знаешь, такое понятие. Если кто не помнит, это травля в интернете, банально. И сейчас, конечно, происходит очень серьезная история с, по сути, я это назову, травлей Сергея Жижина, бывшего депутата, бывшего заместителя председателя городской думы. Причем он проиграл выборы своему визави, мы об этом говорили, Дмитрию Авдееву. Но реально развернулась какая-то совершенно непонятная информационная война. Вот казалось бы, человек проиграл, все, решение принято, и кто-то продолжает, я так понял, тем я не слышал. Я не буду разбираться в аспектах каждого, по каждому пункту, не хочу в этом разбираться. Это дело лично самого Сергея Саныча. Если он захочет ответить, он ответит. Но меня во всем этом терзают, как говорится, смутные сомнения. Просто это настолько делается системно, планомерно, и выглядит все как заказ, менять не оставляет это сильное ощущение. В любой ситуации, когда происходят такие события, они не выглядят естественными. Это не естественный процесс. Вот такие заказные статьи, публикации в интернете, всякие жалобы, письма открытые и закрытые. Я всегда смотрю на то, что смотри, кому выгодно. Ищи, кому выгодно этот процесс. Кто заказчик этого, кто заказывает. Понятно, что в какой-то момент председатель партии городской, ячейки, человек, который имеет политический опыт, будучи заместительным председателем, мог бы быть кандидатом на должность главы. Понимаешь? И даже не столько он конкурент Алексею Викторовичу Голубеву, сколько проблема состоит в том, что с приходом нового главы, не буду говорить, потому что мы кандидатов еще не знаем, с приходом нового главы произойдет серьезная реструктуризация. И многие люди, в том числе, собранные под одним крылом, будут фактически выгнаны. А может быть, даже и хуже. Это предполагает, что ты под себя будешь делать команду, с которой тебе приятно. Не просто ты будешь, условно говоря, команду переформатировать под себя, а ты просто будешь людей, которые работали на конкретного человека, обеспечивали его интересы. Ты их просто будешь выщелкивать из администрации, из муниципальных предприятий, из акционерных обществ. И я считаю, что эта травля, эта информационная война ведется именно за тем, чтобы не допустить возможности исправления такого главы, который точно разгонит всю эту шайку. Тебе Трамп, да? Да. Ну, серьезно, я вижу, что у нас очень большие проблемы в городе, и по мне так не глава администрации руководит нашим городом. Глава администрации представляет как бы на высоких трибунах наш город, да, но реальным хозяйством, реальным управлением занимаются совершенно другие люди. У нас сейчас музыка с Криминальной Россией будет? Очень такая, скажем, эта тема горячая, острая. Мы, я думаю, что в ноябре, декабре, и даже, может быть, еще чуть позже, до марта, я думаю, мы будем вообще все это видеть, ощущать. Ну, вот, например, яркий пример. Прямо сейчас, да, произошедшие события, поменялся директор Центра ЖКХ, например, да. А Центр ЖКХ всегда был сферой влияния одного из советников, главы администрации. И то, что туда сейчас ставят Романа Русина, да, который по состоянию здоровья покинул пост директора ДЭПа, будучи там три месяца. А до этого руководил асфальтным заводом предыдущего директора, которого, в общем-то, осудили за серьезные статьи. И вот он там отбывал номер в асфальтном заводе, потом директором ДЭПа стал ненадолго, как раз в момент реализации национальных проектов, за что, собственно говоря, якобы уволили Сергея Петровича Куприкова, да. И серьезно, сейчас он становится директором крупнейшей управляющей компании в городе, да, с оборотом там под 600 миллионов рублей в год. То есть это очень большая компания, большой финансовый поток, на котором, конечно, очень хотелось бы иметь своего человека. Как сказал, но, в общем, нормальный, да, у нее, я так понимаю, трансферный подходил, да, и заводит. Так что, друзья, политический сезон у нас точно в самом разгаре. Сейчас взята такая информационная пауза, да, в этой паузе сейчас происходит некая травля. В общем, нас ждет долинный политический сезон. Вот мы за ним, конечно, будем наблюдать, рассказывать вам. И, Саша, к твоей любимой теме. Да. В футболу. В футбол. Тут как раз мы говорили про, может ли президент Америки стать главой города Сырого. Города Сырого, да, ну как, из Лиги Чемпионов вылетел, пришел в Лигу Европы. Попробуй, знаете. Да. Но здесь, наконец-то, Краснодар не вылетел из Лиги Чемпионов, футбольный клуб Краснодар. Да, прошел, я так понимаю, какой-то отборочный, да. Кстати, скажу, да, что это, наверное, самый такой нейтральный клуб у российских болельщиков, за который, наверное, болеют, ну, может быть, ну, не все, но половина к нему неравнодушна. Потому что все-таки это своя академия, клуб новый, там, если не ошибаюсь, чуть больше 10 лет этому клубу. Ну, построил, я так понимаю, стадион ему, это известный наш бизнесмен, который владел магнитом, сети он ее продал. Гальцкий, да, Гальцкий, точная фамилия. Вот, то есть, у него там огромный парк около стадиона, вообще прекрасное место, судя по фотографиям, я там в Краснодаре не был, но вот у меня, конечно, пунктик есть, что надо было бы посидеть, посмотреть вообще, как это выглядит все. И, да, у нас, получается, три клуба. Впервые. Впервые в Лиге Чемпионов. Мы стали, по-моему, девятой страной, которая представляет в главном европейском турнире Старого Света Лиги Чемпионов. Три футбольных клуба. Это у нас «Зенит», это «Локомотив» московский и «Краснодар». Да, скажу честно, я болельщик «Локомотива» московского, и «Краснодар», скажем так, ну, не то, что сыграл. «Локомотив» должен был быть в третьей корзине, да, «Сейн» в третьей корзине при «Розове». Тогда подай поподробнее, а то я не в курсе. Ну, по рейтингу «ФИФА», да, каждый клуб попадает в отдельную корзину. То есть, тот клуб – это первый корзин, соответственно, они между собой не могут встретиться, ну, и дальше идет по групповой. А, то есть, получается, есть четыре корзины, как четыре команды попадающие. Все крутые команды, они в первой корзине, они, значит, между собой в групповой стадии не встретятся. Они будут встречаться там второй, третьей. То есть, по одному вынимают шарик из корзины и, по сути, формируют группу. Должен был попасть в третьей корзине, то есть, соответственно, тоже все, кто в команду вышли в Лигу Чемпионов, они команды сильные. И в третьей корзине все-таки можно было с ними хотя бы не играть, играть только в четвертой корзине. Но из того, что Краснодар прошел в Лигу Чемпионов, и в рейтинге «ФИФА» он находится повыше «Локомотива», «Локомотив», хоть и занял второе место в чемпионате, он сместился в четвертую корзину. А, вот так вот, ничего себе. Краснодар стал в третью. Вот это расклады. Ну, при одном условии там было, что они могли оба быть в третьей корзине, но там, если я не ошибаюсь, там, по-моему, «Макаби» проиграли, вылетели. Несмотря вообще на всю коронавирусную историю, значит, тем не менее, спортивные чемпионаты начинаются, возобновляются, проходят. И, я так понимаю, чемпионат России играет. Тут на днях разыграли кубок Стэнли. Да. Так и закончился финал. Финал, самый русский финал, наверное, за все время. «Далла Старс», «Тампа Бэй Лайтнинг». И получается так, что два русских вратаря, двое достаточно серьезных русских форварда. Это Радулов и Кучеров. Причем там еще есть несколько игроков, условно говоря, не таких сильных звезд. Это два русских вратаря – Василевский и Худобин. Серьезное представительство российского хоккея, русского хоккея. Да, в финале Кубка Стэнли. В итоге выиграл, конечно, «Тампа». Причем Василевский стоял на ноль шестую игру со счетом 4-2 в серии. В серии, значит, «Тампа» победила. И в этом плане, конечно, я очень жду, когда у нас начнется хоккей. У нас в городе начнется хоккей. Потому что реально драйва не хватает. Жаль, конечно, но у нас типа вторая волна начинается, резко разобывается. Я очень переживаю, что, конечно, не допустят на трибуны болельщиков. Потому что болельщики на любом спортивном мероприятии – это половина игры. Ну и вообще, конечно, смотря плей-офф Стэнли, Кубка Стэнли, действительно пустые трибуны, закрытые материалом каким-то. Вообще на трансляции накладывают вот эти шумы, знаешь, шумы, крика болельщиков. Ну, чтобы для трансляции. А вот мужикам все-таки… А там, знаешь, как тренировку играют, условно говоря, все эти крики, оры, разговорчики. Я согласен, без болельщиков как-то это… Не очень. Результат может быть с болельщиками, результат может быть совсем другой. Это точно. Я даже тебе скажу, даже на местном хоккее, городском, когда приезжала одна из команд области и играли здесь регулярный чемпионат, я был свидетелем ситуации, когда нашу команду болельщики, условно говоря, совсем подняли и понесли. Прям вот понесли. И вот видно, как у пацанов как будто крылья отросли. Ну, и видно, и болельщики тоже видят, что ребята завелись. И я прям до сих пор, до сих пор, да, я прям в шоке, как это происходит. Поэтому, конечно, надо ходить за наших болеть, за своих. Это в этом прелесть, что наши ребята, они живут с нами вместе в одном городе, отстаивают честь нашего города. Вот. Конечно, их надо поддерживать не только болельщикам, но и органам власти нужно обращать внимание на массовый спорт. Вот. Ну, вот опять же, да, может быть, какие-то прямые трансляции. Если будет чемпионат, мы обязательно его покажем. Вот. Мы показали практически все игры чемпионата области по хоккей у нас на канале 16, в ютубе вы их можете найти. В завершение темы, конечно, кратко про коронавирус. Да, давно мы про него не говорили. Думали, что больше и не будем. Ну, как говорится, выборы подведем только итоги. Выборы прошли. Все, пошла вторая волна. Можно закрываться снова. Да, кстати, многие про это и говорили, что сейчас вот это все пройдет. Ну, во-первых, сезонные заболевания. Да. Во-вторых, огромное количество тестов. А в-третьих, ну, будем говорить прямо, расслабились. Да, люди совсем перестали уже не думать, что уже все. Причем начали ездить и в командировки, вернулись с отпусков. То есть вот это все приводит к некому повышению уровня зараженной. Магазин должен сейчас зайти, не все в масках уже заходят. Ну, сейчас стало строже, я тебе скажу так, что как только ты заходишь в магазин без маски, тебе уже говорят, так, наденьте маску. Нет, сейчас, да, я, кстати, даже видел, что мы вас обслуживать не будем. Да, и... Либо покупайте, сейчас маску одевайте, либо адьес. Ну, нет, сейчас, конечно, там говорят, выдают маски, то есть такие, вот. Ну, я имею в виду, где аптеки есть в магазинах торговцев, либо здесь покупайте, и мы вас обслужим, либо... В общем, мы выходим на уровни мая, а в мае, как ты помнишь, у нас были очень серьезные ограничения, да, и, конечно, я считаю, что таких ограничений малый бизнес просто не переживет повторно. То есть два раза за год закрыть свои предприятия, закрыть магазины, закрыть там кафе и прочее, я думаю, это просто выстрел в это самое себе в голову, да, и это потеря и рабочих мест, и выручки, и вообще полное проседание. Именно экономики малых предприятий. И, конечно, сейчас надо быть очень взвешенным нашим управленцем, да, в принятии каких-то мер по... Вот именно. Но с другой стороны, есть вакцина. Вот, началась вакцинация от гриппа, и если вы не боитесь, да, то, конечно, делайте прививку от сезонного гриппа. Не очень ошибаюсь, да, при поликлинике, вот сейчас... Да, даже сделали выездной мобильный пункт, поэтому поинтересуйтесь по телефонам первой поликлиники, по телефону КБ-50, как можно пройти вакцинацию от гриппа, да, и я думаю, что это в целом для иммунитета будет достаточно полезно. И, конечно, я считаю, что побуду таким небольшим ковид-диссидентом, я считаю, конечно, что пока большинство не переболеет, да, и не приобретет естественный иммунитет, вот, и не спустится этот коронавирус до такого, как сезонного гриппа, но просто с возможными осложнениями, мы так и будем вот этими волнами болеть, да, по сезону. Я не знаю, правда-неправда, вообще слышал штуку, что вот кто в легкой форме переболел, у него типа не выработались антитела. Это я тоже слышал. Кстати, один из поводов, да, что почему у него есть маска, вот, пожалуйста, правочка, у меня есть антитела. Кстати говоря, а почему не делать тест на антитела? Тоже вариант. Может быть, уже все, давно уже, как говорится. И тогда надо всем, это, сканированное клеймо. Нет, чипирование. Да, чтобы... Чипирование. Я могу ходить без маски. Вот чип. В общем, друзья, это были все интересные новости за прошедшую неделю. Мы обязательно с вами встретимся, но чуть-чуть попозже я уезжаю отдыхать, поэтому... Ну, не в Испанию. Не в Испанию, не в Европу, а я не в выездной, паспорта у меня нет, поэтому не переживайте. Скоро вернемся и оставайтесь с нами. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова